Я отправился в экспедицию по той же причине, что и мой прапрадед. Я задал вопрос ученым, что же сейчас происходит в Папуново-Гвинеи, и получил ответ, не раскрывающий абсолютно, что же там сейчас. Что было 40 лет назад, известно было благодаря одной из советских экспедиций, что 150 лет назад, благодаря дневникам Маклая, а что сейчас никто подробно не знает. Какие-то догадки, какие-то ссылки на интернет, но это недостаточно. Нас встречало 3000 человек, когда мы приехали. И праздники, которые они сделали, они сделали для нас. Подобных съемок, подобных кадров никто даже не синицирует ни за какие деньги, даже если очень заплатят. Это невозможно синициировать. И вот это все мы зафиксировали. Это, наверное, исторический момент, вообще первый исторический момент, когда вот такое фактически через 150 лет. И они очень рады, что я приехал туда, и с этой инициативой наладить взаимодействие с Папу Новогвиней, как страной, которая все-таки очень интересная и красивая, и единственная, которая сохранила свою идентичность. Мы жили непосредственно прямо в деревне Гаренду, недалеко от того места, где жил и работал Маклай, буквально в 15 минутах. Я увидел, что все те предметы, которые Маклай до этого собирал, я с ними был знаком, они используются сейчас в быту. Так вот, 70% тех предметов, которые они использовали 150 лет назад, используются и сейчас. Осталось очень многое, как и было. И осталось самое главное еще то, что было, как и было. То, о чем Маклай писал, это люди. Дело в том, что их отношение неповерхностное к другим. Отличало всегда. Он писал в своих дневниках о том, что это люди действительно искренние, открытые. Мы общались с несколькими деревнями. Деревни Гумбу, Гаренду, Бонгу. И еще одна деревня, которую они только основали в честь нашего приезда и в честь моего прапрадеда, это деревня Маклая. Это навсегда в их сердце, это навсегда в их истории. Детей они называют Маклаями, чтобы продлить память о Маклая. Поэтому, конечно же, для меня это были немножко другие вибрации. И тем более, что была большая ответственность в том плане, как они встречают. Они же встречали меня как посланника России. Вольно или невольно я таким образом стал. И ответственность, и не только желание, просто персональное. Вы понимаете, когда я моюсь в том же самом ручье, в котором Маклай описывает, что намывался, когда я прохожу в той же тропинке, которую проходил Маклай, когда я общаюсь с потомками тех людей, которые знали Маклая. Это те же люди, они никуда не переехали. Ну, это нечто невероятное, конечно. Сейчас мы ждем коллекцию, которую собрал я, Папу Новый Гвинеи. Там более 55 предметов она сейчас едет. И комбинируем вместе с коллекцией Маклая, которая была 150 лет назад, и мы сможем показать всему миру, как это выглядит. Это очень интересно. Во-первых, это будет и анализ для ученых, и это для любого человека, которому, в принципе, интересная история, да вообще, первобытно-общительный строй, как это изменилось, что происходит сейчас. Даже для тех людей, которые в самой Папуа, это будет жутко интересно, потому что это их история. И вот эту коллекцию мы хотим показывать не только по России. Заинтересованность есть у Австралии, заинтересованность есть у Папуа Нового Гвинеи.